А в этом видео мы детально рассмотрим ядерную торпеду Посейдон, ее начинку, технические характеристики, доктрину применения, боевые возможности и историю разработки. Узнаем, насколько она незаметна, способна ли уйти от противолодочной обороны противника и какой урон нанесет ей боевая часть при подрыве рядом с прибережным городом или вражеским флотом. Материал подготовил и озвучил Арбагаст. Посейдон – это самая большая и тяжелая торпеда в мире, и ввиду сложности ее часто позиционирует как беспилотную подводную систему. При диаметре в районе двух метров и длине в 24 метра она почти вдвое превосходит привычные баллистические ракеты, что несут собой типичные стратегические подлодки. По заявлениям СМИ РФ, это оружие оснащено ядерным реактором, что приводит в работу как бортовую аппаратуру, так и водометный движитель. Это позволяет достичь самых отдаленных уголков планеты благодаря почти неограниченной выносливости. Вместо привычной боевой части Посейдон оснащен мощной термоядерной боеголовкой, что вместе с автономной системой навигации делает его скорее стратегическим подводным дроном, чем привычной торпедой. Он также оборудован титановым корпусом с резиновым покрытием, что приближает его в плане скрытности к полноценным субмаринам. Первые реальные следы о существовании Посейдона вели не к самой торпеде, а к ее носителю – подводной лодке Б-90 Саров. Первоначально это был улучшенный вариант подлодки проекта 877 Палтус, но ввиду распада СССР достроить ее так и не успели. Лишь в 2003 году при получении финансирования ее строительства продолжилось. В течение долгого цикла строительства, что продлился аж до 2008 года, данная подлодка была сильно переделана, получив огромный носовой отсек явно через чур большой для обычных торпед. В 2007 году подлодка была короче на 5 метров, но уже в 2008 была переоборудована еще более удлиненным носовым отсеком. Вероятнее всего это означает, что размеры Посейдона, который должен был базироваться на этой подлодке, увеличивались во время разработки, что вынудило менять конструкцию Сарова. В 2014 году в СМИ РФ появились сообщения о том, что подводная лодка Б-90 Саров, цитируя, помогает испытывать роботов для подлодок нового поколения. В сентябре 2015 года в американской газете The Washington Free Beacon заявляется о разработке РФ беспилотного оружия, направленного против гавани и прибережных городов. В ноябре 2015 года на канале НТВ наконец появляется утечка существований так называемой Статус-6, нашей обсуждаемой ядерной торпеде, которая в итоге получит название Посейдон. В декабре 2016 года в газете The Washington Free Beacon публикуется информация о том, что Статус-6 прошла испытание. Эта информация в итоге подтвердится Министерством обороны США, который в феврале 2018 года опубликует обзоры ядерной политики, в которой четко укажет, что так называемая Статус-6 действительно прошла испытание. Именно с этого года в СМИ начинают открыто опубликовывать информацию о Посейдоне. Компьютерные рендеры, рекламные ролики, фотографии транспортных контейнеров этого оружия и собственно само официальное подтверждение существования торпеды. Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности. Если верить официальным заявлениям, то Посейдон имеет на борту небольшой ядерный реактор с жидкометаллическим теплоносителем и водометный движитель кормовой части. Металлические кладагенты быстрее отводят тепло и обеспечат гораздо более высокую дельную мощность, что делает их особенно интересными там, где размеры ограничены. Учитывая, что использование Посейдона подразумевает примещение на огромное расстояние без подлодки-носителя, то выбор такого реактора более чем логичен. С другой стороны, абсолютно глупо выглядит информация о том, что торпеда может развивать огромную скорость через суперкавитацию. Последний принцип представляет из себя создание пузырей заводяного пара с помощью специального газогенератора, благодаря чему резко снижается коэффициент сопротивления, позволяя аппарату достичь огромной скорости и дальности хода. Посейдон для этого абсолютно не приспособлен. У него отсутствует какой-либо видимый газогенератор в носовой части. У него также нет специальной вытянутой формы для эффективного применения суперкавитаций. Его водометный движитель попросту не будет работать в кавитационном пузыре и более того, его короткие рули практически не выйдут за пределы последнего, что выведет из строя всю систему управления. Суперкавитация Посейдона – это полный миф, высосанный из пальца, даже еще более наивный, чем уничтожение спутников с помощью лазерного оружия из земли. Впрочем, благодаря все той же ядерной установке и водометному движителю, статус 6 теории может достичь высоких скоростей, которые кажутся полезными в зонах с минимальным присутствием противолодочной обороны противника. Цифры в районе 50-60 узлов звучат в таком случае вполне проводоподобно, хоть и надеяться на скрытность в таком случае не стоит. Ввиду того, что Посейдон должен передвигаться на огромные расстояния, самостоятельно наводясь на прибрежные города, он должен обладать развитой системой навигации. Инерциальная система сама по себе не подходит для такой задачи. Торпеда двигается слишком долго, а поэтому накопленная ошибка будет настолько огромна, что вместо США Посейдон может оказаться в Минске, у которого даже нет выхода к морю. Именно поэтому на Посейдоне установлен активный сонар, что очевидно будет использовать карту океанического дна для навигации. Учитывая, что на тропеде установлена необычная, а ядерная боевая часть, хирургическая точность будет необязательной для выполнения поставленной задачи. Для увеличения скрытности корпус Посейдона сделан преимущественно из титановых сплавов, покрытых звукопоглощающей резиной. Да, титан имеет значительно меньшую магнитную заметность для вражеских магнитных детекторов и казалось использование такого металла более чем логичный шаг. Но основной противолодочный самолет США, а именно Boeing P-8 Посейдон, магнитных детекторов попросту не имеет. Штаты отказались от него ввиду его сомнительной эффективности, хотя бы из-за того, что объекты на большой глубине плохо засекаются такими сенсорами. Не имеют его и другие распространенные противолодочные системы, как те же подводные лодки, гидроакустические буи, эсминцы и размещенные на дне гидрофоны. Более того, по заявлениям СМИ РФ, Посейдон двигается на больших глубинах, таким образом полностью обесценивая свой дорогой корпус. Из этого мы плавно переходим к другому заявлению. Находясь на большой глубине, Посейдон оказывается под так называемым термоклином. СМИ делали на этом эффекте большой акцент, похоже почитав минуту википедию и предположив, что все звуковые волны будут отражаться на границе этого слоя и экранировать одну часть воды от другой. На самом деле это лишь маленькая часть правды, раздутая и преувеличенная. Да, термоклин действительно особенный тем, что на его границе происходит резкое изменение поведения звуковых волн. Но это не вызывает звуковое экранирование слоев друг от друга. Звуковые волны начинают искажаться, менять угол падения, вызывать мусорные ревибрации, уменьшать дальность распространения в одном направлении, но увеличивать в другом. Все это знают и учитывают как опытной гидроакустики, так и аппаратура автономных гидроакустических буев. Термоклин это не панацея, а обоюдоострый меч, который используется не только вами, но и вашим противникам. Более того, гидроакустические системы, установленные на дне, будут в разы эффективнее, если подлодка или торпеда идет под термоклином, и таким образом вы значительно увеличите шанс оказаться на крючке врага. Особенно плохо это выглядит с оглядкой на систему навигации Посейдона, что должна будет использовать активный сценарий для анализа океанического дна, что неизбежно увеличит шанс обнаружения и поражения такими системами, как Mark 54 Hammerhead. Более того, для подлодок глубина Посейдона также не будет проблемой, так как в большинстве случаев им достаточно опуститься всего на 100 или 150 метров, чтобы оказаться за термоклином. Понимая, что зона ниже термоклина может оказаться слишком опасной, Посейдон может подняться на привычную для многих аппаратов глубину в 100 метров, снизив эффективность обнаружения системами, что установлены на дне. Однако в таком случае он становится легко доступен для всех типовых представителей противолодочной обороны, таких как P-8 Посейдон, эсминцев, противолодочных вертолетов и беспилотников. На многих из них установлены не только гидроакустические системы, но и мониторы радионуклидов, что эффективны для обнаружения подводных аппаратов с ядерными установками. Учитывая компактность Посейдона относительно типичных подлодок, а также его высокую ядерную нагрузку, это создаст большую дыру в обнаружении. Обычные подлодки – это не только двигатели корпуса, но также подготовленный и опытный экипаж, оснащенный самыми передовыми и дорогими инструментами для скрытной работы. В отличие от Посейдона, объем и цена которого сильно ограничены, подлодки имеют намного более широкие возможности, которые используют не искусственный идиот, а подготовленный экипаж. Именно поэтому обнаружить статус 6 будет значительно проще, чем реальную субмарину. Одним из самых интересных аспектов Посейдона была и будет его боевая часть. По первоначальным заявлениям СМИ РФ, он должен был оснащаться целой 100-мегатонной термоядерной дурой, но вскоре от таких заявлений отказались, остановившись на более адекватных 2-мегатонных. В чем же причина таких перемен? Дело в том, что 100 мегатонн – это в самом идеальном и невероятном варианте не менее 16 тонн чистого веса. При этом это также равно невероятно огромной трате делящегося материала, которое было бы в десятки раз эффективнее в боевых частях привычных МБР. Именно поэтому, поняв полную глупость первоначальных заявлений, СМИ скорректировались к более реальным цифрам. Что же дают нам эти 2 мегатонны? Давайте разбираться. Основной идеей использования Посейдона является создание рукотворных цунами, которые по логике конструкторов должны будут нанести непоправимый вред прибережным городам потенциального противника. Перед тем, как понять, можем ли мы создать мощные искусственные волны, нам нужно понять саму суть их природного явления. Цунами – это большие волны, что возникают в океане в большинстве своем из-за землетрясений. Океаническое дно смещается таким образом, что одна его часть подымается, а другая опускается, выталкивая огромные массы воды вверх вертикальным движением. Обратно эта масса воды вернуться в полной мере не может из-за того, что ее объем заняло поднявшееся дно. Это вызывает горизонтальное движение с выталкиванием соседних слоев, что приводит к созданию волн огромной высоты. При этом стоит отметить, что часть дна подымается, а соседняя часть опускается, вроде бы освобождая место для массы воды, но не в том месте, где столб воды поднялся, и масса, устремляясь в обе стороны, начинает горизонтальное движение. При ядерном взрыве пузырь сразу же выйдет на поверхность, выбросив в воздух относительно небольшую массу воды непосредственно над собой и образовав волну в верхнем слое, которая относительно быстро затухнет без подпитки энергии, поскольку не было вертикального перемещения всей массы воды. При этом основная часть энергии взрыва уйдет на образование ударной волны, порождаемой силами упругости, поскольку вода не сжимаема. При образовании цунами в природе ничего подобного не происходит. Это также доказали практические опыты США, которые использовали подводные ядерные взрывы, что не приводили к каким-либо цунами. Создание огромных волн ядерным оружием – бред, не имеющий ничего общего с реальностью, наукой и физикой. Да, взрыв будет невероятно мощным, учитывая те две мегатонны на борту, но это достаточно для уничтожения, например, порта, если тропеда войдет на его территорию. Таким взрывом также можно серьезно повредить какой-либо флот, если тот окажется неподвижным в районе берега или морской базы, но не более. Самым важным аспектом Посейдона являются даже не его сухие ТТХ, а доктрина применения, смысл, который был заложен в эту торпеду. Состоит он исключительно в одном – диверсификации ядерных сил РФ. Это означает добавление к стратегическому ядерному оружию новых средств доставки, которые значительно отличаются от уже имеющихся систем, например, таких как баллистические ракеты. Главным столпом этой идеи являются, внимание, ледники. Находясь даже под самыми толстыми слоями мерзлоты, подлодки-носители Посейдона смогут запускать свои ядерные системы доставки, несмотря на толщину льда, что находится над ними. Обычные подлодки сильно ограничены в этом плане той толщиной, которую они могут пробить. Достать носители ядерных торпед можно подо льдами только другими подлодками. Противолодочные самолеты и корабли будут тут практически бесполезными. Это означает, что уничтожать их нужно до того, как они войдут в зону несения дежурства, что не всегда возможно. Это увеличивает живучесть ядерных сил РФ, но есть одно но. Посейдон – это оружие второго удара, инструмент исключительно ответа, а не нанесения упреждающей атаки. В отличие от МБР, статус 6 чрезвычайно медленный и может атаковать лишь прибережные объекты, а поэтому его ценность ограничена лишь самим фактом диверсификации ядерных сил. Обезоружить кого-либо в ядерном плане он не может. Его также нельзя использовать для уничтожения вражеских подлодок, несущих МБР, или же флота в открытом море или океане, так как для этого ему нужно сторонние целеуказания. Это не навороченная подлодка с опытным экипажем, а лишь система доставки ядерной бимбы, управляемая искусственным идиотом. Именно поэтому весь спектр его применения, разрушение портов и оставшихся там судов, которые каким-то чудом не вышли в море под давно объявленной ядерной тревогой. Оружие оказывается крайне неприятным, но сильно ограниченным в использовании эффективности. Если хотите поддержать создание новых роликов, то просто подпишитесь на канал и оставьте свои замечания в комментариях. Также можете рассмотреть поддержку канала через пожертвования на Donation Alerts или DonutPay. Там доступны практически все валюты и виды переводов. Для всех желающих повлиять на следующие темы видео, предлагаю написать свои пожелания в комментариях под роликом. Также у меня есть телеграм-канал, в котором публикуются дополнительные материалы, маленькие текстовые статьи, информация создания контента и важные новости. А с вами был Арбогаст и всем удачи!